Чувашская воскресная школа Чувашскую культуру Вера Михайловна, здравствуйте! Какие особенности национального чувашского костюма? Ученые, сравнивая некоторые элементы чувашской одежды и некоторые украшения, сделали вывод, что чуваши лучше всех сохранили свои костюмы в древнем стиле. Какие основные элементы национального чувашского костюма? Элементами чувашского национального костюма еще входят головные уборы. Допустим, если взять вот эту вот шапочку круглую, это называется тухья. Тухья! Так назывались нарядные округлые шапочки, украшенные бисерным шитьем или серебряными монетами. А можно померить? Можно. Мне идет? Очень идет. Вот эти монетки именно выбирали по звучанию. Замужние женщины обязательно покрывали голову сурпанов. Белой полосой ткани с орнаментом, которая укладывалась на плечо и вдоль спины. Поверх этого сурпана они одевали узкую повязку. Она называется кушту-3. Если дословно перевести, платок как бы для головы. И вообще, чувашские девушки любят украшения. Они у них по всей фигуре. На голове, на шее, на плечах, на груди и даже на поясе. Чувашская кухня насчитывает не одну сотню лет. И за это время в их культуре появилось много блюд, которые вы наверняка пробовали. Здравствуйте, Эльвира Николаевна. Что мы сегодня будем готовить? Здравствуй, Жасмин. Мы сегодня будем с тобой готовить чувашское национальное блюдо. Называется хабарду. А что означает хабарду? Хабарду. Вот есть чувашское слово хабарать. Это поднимается, значит. А здесь мы будем перемешивать яйца с молоком. И потом, получается, оно в печи у нас будет подниматься. У нас еще есть помощница. Ее зовут Агата. Да, Агата мне будет помогать. А что нам понадобится для приготовления? Для начала мы должны замесить тесто. Тесто я вот замесила уже. Из чего сделано тесто? Тесто пресное. В тесте у нас есть яйца, молоко. Можно положить или же сметану, масло. Не очень крутое, но мягкое тесто, из которого мы можем слепить лепешку. Можно? Спасибо. А до какого размера надо раскатать тесто? Тесто нам нужно еще поднять на борта, поэтому немножко больше, чем наши сковороды. Давай попробуем. А откуда вы научились такому рецепту? Я также, как Агата, вместе с мамой всегда любила готовить, смотреть, как она готовит. Башкирские чуваши, которые живут в Башкирии, вот именно такое блюдо себе придумали. А как часто вы его готовите? Блюдо готовить можно хоть каждый день. А что мы будем делать следующее? Следующее мы положим пшено. А это надо делать ровно? Стараться ровно. Возьми венчик, ты будешь взбивать. Хорошо. Добавим молока, ты немножко взбивай. А теперь заливаем. Да, теперь мы зальем наше пшено. После того, как мы залили нашу массу, мы давай с тобой немножко украсим это блюдо. А каким образом мы это будем делать? По кругу мы будем защипывать края. Вот у меня получается. Очень хорошо получается. Получилось очень аппетитно. А с чем подают хабарду? Хабарду можно кушать с чаем или с другими напитками. В старину его пекли на праздники. Жасмин, попробуй сама. Хорошо. Оцени вкус. Вкусный. Если обычная песня строить и жить помогает, то нам чувашские песни собирать урожай помогают. В рубрике «Звонка» мы с вами познакомимся с целым народным обрядом. У чуваши были широко распространены самые разнообразные обряды. На все случаи жизни. Обряды включали в себя определенные песни, танцы и кушанья. Галина Юрьевна, что мы сейчас будем делать? Сегодня мы с Жасминой покажем осенний праздник. Освещение нового урожая. Праздник урожая. Этот праздник называется «Осеннее пиршество». А на чувашском звучит «Керсари». А как проходит праздник урожая? У нас, вот смотрите, рядышком с нами стоят гостеприимные хозяева, соседи, родные, близкие. Пришли они все на пиршество. Хорошо, давайте посмотрим. Праздник урожая. Праздник урожая. ПЕСНЯ Это мы! Чуваши – очень интересная национальность, у которой есть чему поучиться. Например, поучиться бежливости, ведь у них столько вариантов фраз «до свидания». Вот мы уходим, и поэтому говорим вам «Чебер Юл», а вы остаетесь и говорите нам «Чебер Кай». Вот такие тонкости чувашского языка. Это все мы! Это мы, жители большой страны. Субтитры подогнал «Симон»!